Привет, друзья! Среди любителей кино нет человека, который не знал бы Олега Янковского, харизматичного актёра, блистательно воплощающего любой образ, от героического до комедийного. Этот исполнитель стал близким другом театральной легенды Марка Захарова, снимался у Андрея Тарковского, Георгия Данелия и Глеба Панфилова. Каждый из режиссёров говорил, что не видел в воплощённой им роли никого, кроме Янковского. Янковский Олег Иванович появился на свет в 1944 году в Жасказгане Казахской ССР, куда его семью сослали по приказу правительства. В семье Янковских мальчик стал третьим ребёнком. У него было два брата, Ростислав и Николай. Ивана Янковского, главу семьи, в 30-х годах дважды арестовывали как друга опального Тухачевского и бывшего польского дворянина. Из-за этого семьёй были уничтожены все семейные архивы, все документы, которые связывали старшего Янковского, его супругу и детей с прошлой жизнью. Не оставили даже орден Святого Георгия, которым глава семейства был награждён во время Первой мировой войны. Будущий артист рос в неблагополучное послевоенное время, в обнищавшей из-за сталинских репрессий семье. Несмотря на крайнюю бедность, Янковские сумели сохранить огромную библиотеку, и часто принимали в гостях таких же представителей репрессированной интеллигенции, какой были сами. Воспитанием детей занимались мама и бабушка, а отец был занят строительством. Мальчик увлекался чтением и футболом. Некоторое время мечтал стать военным или лётчиком, обязательно – героем. В 1951 году вся семья переехала в Саратов, куда Иван Янковский получил направление офицера запаса. Там ранение, полученное ещё в период Первой мировой, окончательно подкосило здоровье главы семейства, и в 1953 году отец скончался. Марина Ивановна, овдовев, была вынуждена устроиться бухгалтером. Денег катастрофически не хватало. В 1957 году Ростислав, работавший в театре Ленинабада, получил предложение переехать в Минск и вскоре забрал туда Олега, которому исполнилось 14 лет. Тогда актёрская деятельность его не привлекла. В скором времени подросток вернулся домой к соскучившейся матери. Позже, узнав, что идут экзамены в театральный институт, решил попробовать поступить. К сожалению, к тому времени все экзамены уже прошли, но тут вмешался случай. Именно в этот же вуз его брат Николай втайне от всех успешно прошёл экзамены. Директор вуза впоследствии решил, что в приёмной комиссии перепутали имя абитуриента, сообщив изумлённому Олегу Янковскому, что тут принят. Первые годы парень учился плохо, имел проблемы с артикуляцией и только к концу обучения сумел раскрыться, как актёр с неплохим потенциалом. Первая любовь настигла Олега Янковского в Саратовском театральном училище. Но их судьбой распорядился не театр, а цирк. Людмила училась на курс старше Олега. Их, студентов театрального, пригласили вести праздничный концерт в цирке. Разместили ведущих в одной гримёрке, решив, что они семейная пара. Вот с этой самой общей гримёрки и начался их роман. Потом они оказались в составе одной группы в поездке в Москву. Там, в шумной, необыкновенной красивой столице, сидели они на лавочке, ели потрясающе вкусное мороженое и мечтали. О Славе, о карьере, о будущей жизни. В тот момент и представить не могли Олег и Люда, что вскоре у них будет всё, о чём только можно мечтать. Слава, карьера и будущая счастливая семейная жизнь. Потом он приведёт свою невесту знакомиться с семьёй. Ведь именно семья всегда была для Янковского высшей ценностью. Его папа был репрессирован, и мама всю жизнь воспитывала своих трёх сыновей, постоянно повторяя, что Янковский женится только один раз. Если уж решил жениться, то должен знать, что второго шанса у тебя уже не будет, брак это не черновик, его нельзя переписать. Олег и Людмила расписались, когда он учился на втором курсе, а она на третьем. Жили они действительно весело и ярко. Понятно, что студентам денег не хватало, но разве можно деньгами оценить радость общения, непередаваемый дух взаимопомощи. Людмила Зорина после окончания училища была сразу приглашена в Саратовский театр. Молодая талантливая актриса очень быстро стала играть в труппе первую скрипку. На спектакле с её участием собирались аншлаги. Когда же в театр пришёл Янковский, ему доставались лишь эпизодические роли. И знаменит он был вовсе не как актёр, а как муж Зориной. Это давило на Олега, но заставляло его трудиться с утройной силой. Он точно знал, что трудолюбие и усердие помогут ему достичь определённых высот. И удача просто не имела права не улыбнуться актёру. Когда Олег снялся в фильме «Щит и меч», потом блестяще сыграл в картине «Служили два товарища», Слава просто обрушилась на него. За Славой последовало предложение о переезде в Москву. В Саратове Янковский был просто мужем Зориной, теперь же о Людмиле заговорили, как о жене самого Янковского. У него потом будет множество ярчайших работ, в кино и в театре, а Людмила примет решение делать всё для того, чтобы обеспечивать тыл своему гениальному супругу. Она станет для него больше, чем женой. Она станет его музой, самым строгим критиком, хранительницей его домашнего очага. Олег Янковский проживал свои роли, он не играл в кино и на сцене, он жил. Он сам признаётся в том, что, проживая любовь своего героя, он доживал её и в жизни. Только так можно было отразить в кадре всю гамму, чувства и эмоций. Но всегда, в любое время, семья оставалась для него высшей ценностью. Актёр влюблялся в тех, кого любили его герои. Но любил всегда одну единственную женщину, свою жену. Людмила отличалась особой женской мудростью и чётко разграничивала кино и жизнь. В кино он мог гореть, играть, жить с другой. Но в жизни он всегда был рядом с ней. Олег Янковский был всегда благодарен своей супруге за мудрость и долготерпение. Он признавал, что Людмила сделала всё для их семьи. С ним далеко не всегда было просто и легко. Были творческие метания и поиски, были периоды разлада, но никогда не возникало у него мысли оставить свою семью, жену, сына, внуков. Актёр неоднократно подчёркивал, что такими ценностями, как семья, нельзя разбрасываться. У него всегда было чувство ответственности. Наверное, были в его жизни всплески страсти, невероятной влюблённости. Но он всегда умел правильно расставить приоритеты. Олег Янковский никогда не забывал о том, что помогла состояться ему как актёру его верная, преданная, заботливая Людмила. Она всегда немыслимым образом оказывалась рядом, если ему нужен был её совет, её поддержка, просто её тихое присутствие рядом. Он безумно любил своего сына, потом стал гордиться ним. Когда Олег и Людмила узнали о том, что его девушка ждёт ребёнка, они настояли на том, чтобы Филипп женился на ней. Ибо высшей ценностью семьи Янковских всегда была семья. В одном из интервью в 2000 году Олег Янковский сам предсказал свою судьбу. В разговоре он сказал, что если человеку скажут, что у него рак, то нужно просто нормально дожить отпущенные судьбой месяцы. Когда у него самого диагностировали рак поджелудочной железы, он старался жить достойно. Он не хотел, чтобы его запомнили больным и немощным. Он хотел остаться в памяти тем самым искромётным, ярким Мюнхгаузеном или бесконечно романтичным влюблённым волшебником из обыкновенного чуда или кем-то ещё из своих героев. Но не больным, беспомощным, потухшим. Людмила Зорина полетела вместе с мужем в Германию на лечение. Курс терапии особых результатов не принёс, Олег Янковский вернулся в Москву и продолжил выходить на сцену. Его не стало 20 мая 2009 года. Ушёл величайший артист. Людмила всё время была рядом с мужем. При этом с достоинством королевы она отказывалась от любых интервью. Когда журналисты были особенно назойливы, она просила их объяснить, почему она должна что-то рассказывать о своей личной жизни. И уходила, гордо подняв голову. И после его смерти она считает своим долгом, оберегать его светлую память от слухов, сплетен и домыслов. Она добилась снятия с эфира передачи, которая могла опорочить память Олега Ивановича. Она не верит ни единому слову о его неверности. Для неё он навсегда остался не только гениальным актёром, но лучшим мужем, настоящим мужчиной. Её вечной любовью и памятью. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.